Музыка Главный метеоролог утреннего телеканала Ростовской области официально заявляет, что сегодня на улице не май месяц. Пока это самая уточненная информация, на данный момент следите за развитием событий. Сашка. Это была Ирина Касарина, наш официальный представитель Небесных сил. Она сейчас добирается на работу и минут через 10 уже готова будет представить нам прогноз погоды. Ну а мы пока начинаем программу «Утро» на канале Дон-24. Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Алексей! Доброе утро, дорогие телезрители! Новый день стартовал вместе с утренним телеканалом Ростовской области. Впереди нас ждет много интересного, обязательно важные, интересные гости. Естественно, необычная и полезная информация и, конечно, наши улыбки. Ирина Черная, начинайте! Доброе утро, доброе утро, Алексей, Алина! Доброе утро, друзья! Ростов, просыпайся! Прекрасная погода, несмотря на то, что уже и прохладно. И сентябрь подходит к концу, друзья мои, 27 сентября, четверг. Почти уже к концу идет рабочая неделя. Логично, что прохладно. Да, логично, что уже холода наступает в конце концов, действительно. Мне кажется, давно уже пора перебрать все то, что вы складывали в начале лета в долгий ящик и достать уже теплые светорочки, косточки. Но есть то, что никогда не выходит из моды, это хорошее настроение, которое нужно не забывать одевать каждое утро. Совершенно с этим согласна, друзья мои. Хорошее настроение, это же понятно, это кто? Это что? Это утренний телеганал Ростовской области. Это мы с вами. И сегодня у нас, конечно, будут гости, это просто несомненно. Мы научим готовить праздничный сюрприз для тех, кто, возможно, отправится на выходные в гости. На завтрак у нас сегодня будут вареники с картошкой. Об этом мы тоже сегодня расскажем очень подробно. Но пока вам не захотелось есть и делать зарядку, пора узнать последние новости. А с этим уже давно готовы наши операторы и корреспонденты. Действительно, похолодание, которое пришло в нашу область, взбудоражило немало людей. Но самое главное, что мы активно готовимся к отопительному сезону. В Московской области, кстати, уже начинают включать отопление, но мы еще держимся и активно дорабатываем то, что не успели сделать за это лето. Кстати, Ростовская область будет готова к отопительному сезону к 1 октября совсем скоро. Ход приготовлений идет. Готовность Донского региона к отопительному периоду сейчас составляет 94%. На 83% выполнен план по перекладке изношенных сетей. И на 100% обеспечен запас угля и жидкого топлива. Ну и к 1 октября все районы должны продемонстрировать полную готовность к холодам. Я надеюсь, что так и будет. И, кстати, управляющие организации тоже должны подготовиться. И, естественно, жилищные кооперативы, товарищества, собственников. Что они должны сделать? Обеспечить запас материалов и инструментов для расчистки от мосток, тротуаров и проездов ото льда. Так что, дорогие друзья, если вы еще чего-то не успели сделать, есть время до 1 октября. А мне кажется, что в первую очередь все коммунальщики обязательно должны узнать, какая погода будет сегодня. Ирина Касарина, доброе утро. Рассказывай. Всем доброе утро. Если вы уже проснулись, а на календарь посмотреть забыли, то напоминаю, что сегодня четверг, 27 сентября. И прямо сейчас я расскажу о том, какой же будет погода в этот день. В Станице Вершинской без осадков днем 15, а ночью уже первые заморозки. Температура здесь опустится до минус 1. В Морозовске днем также 15, а ночью пока 1, но со знаком плюс. В Белой Калитве 16 днем, 3 градуса ночью. И синоптики обещают, что дождя здесь не будет. Красный Сулин у вас также 16, а ночью на градус выше до плюс 4. В Волгодонске немного теплее, чем в остальных городах Донского региона. Воздух прогреется до 18 градусов. В Зернограде днем тоже 18, ночью 7. В Сальске переменная облачность 18 днем, к ночи понижение до 8. В Таганроге 17, а ночью около 5 градусов. В течение дня небо здесь будет чистым и ясным. В Ростове на Дону плюс 17, а в ночное время температура опустится до 4 градусов. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Я желаю всем хорошего дня и, конечно же, отличного настроения. А мои коллеги продолжают утренний эфир. Ирина, спасибо большое за прекрасный прогноз погоды. Будем надеяться, что все-таки холода еще не так сильно вступит в свою силу. Между тем, хочу познакомить вас вот с какой новостью. Это как раз к благоустройству нашего города. В парке «Дружба», что в нашем городе, в Ростове-на-Дону, на Северном, будет установлен знак города-побратима Янтай. На портале госзакупок был объявлен тендер. Власти искали подрядчика для готового взять на себя... И таки нашли? И таки нашли, да. Готового взять на себя изготовление знака. Инициатором конкурса выступает управление благоустройства Ворошиловского района. Согласно техзаданию, знак должен быть диаметром 128 сантиметров и шириной 5 сантиметров. А основание под знак должно быть выполнено из бетона. Ну, а на самом знаке должен быть нанесен герб города-побратима. Это самое главное, что, наверное, должно быть там действительно города-побратимы. И мы узнаем, какие у нас есть. И люди, ростовчане будут гордиться. И, может быть, налаживать какие-то связи. Ну, а далее то, что нужно узнать всем жителям нашего города, это что же нагадали им звезды. И в этой студии, по счастью, есть человек, который уже связался. Да, Алексей, спасибо вам, пожалуйста, расскажите уже. Итак, вот что ожидает сегодня все знаки зодиака. Овнам стоит быть бережливее к своим финансам. Велика вероятность поддаться импульсу и потратить кругленькую сумму. К сожалению, покупки, сделанные сегодня, ни радости, ни пользы не принесут. Тельцы сегодня настроены несколько воинственно. Терпения будет не хватать, захочется всего и сразу. Однако, стоит держать свои нервы под контролем. Иначе рискуете испортить день и себе, и окружающим вас, людям. Все, что произойдет сегодня в жизни близнецов, не случайно. Это знаки, которые посылает вселенная. Присмотритесь внимательнее. Возможно, именно сегодня вы найдете ответы на многие вопросы. У Раков предстоит замечательный день. Сегодня вы будете в центре внимания. День хорош для любых публичных выступлений, а также для работы в команде. У Львов вопросы карьеры и самореализации выйдут на первый план. Неплохой день для обращения к начальству и вышестоящей инстанции. К вашему мнению будут прислушиваться. У Дев, которые планируют дальние поездки, сегодня могут возникнуть некоторые трудности. Но не стоит огорчаться. Кто предупрежден, тот вооружен. Главное, чтобы не случилось, не впадать в панику. Напряженный день ждет весов. Вы будете склонны надумывать проблему на пустом месте. Не стоит делать из мухи слона. Возможно, все не так страшно, как вам кажется. Скорпионам сегодня стоит уделить внимание взаимоотношениям с партнером. Возможны некоторые разногласия и несовпадения взглядов. Лучше пойти на компромисс, иначе любой спор рискует превратиться в крупный конфликт. Стрельцам пора научиться видеть прекрасное в мелочах и научиться радоваться простым вещам. Пришло время немного поумерить свои аппетиты и довольствоваться тем, что есть. Козероги сегодня словно дети, склонны обижаться по любому поводу. Срочно берите себя в руки, иначе рискуете остаться в одиночестве. Для водолеев день, проведенный в кругу родных и близких, лучшее лекарство от любой хандры. Устройте настоящий семейный день. Вы сможете отдохнуть и душой, и телом. Рыбы же сегодня будут много общаться и обмениваться информацией. Однако постарайтесь не увязываться в сплетни и интриги. Все это может обернуться против вас в дальнейшем. В очередной раз хочу произнести фразу, которая стала уже традиционной. На звезды надейся, а сам не плашай. Ну а у нас наступает время физической разминки и рубрики «Зарядка». Но в тему нее хочу сказать, что недавно воспитанники юношеского центра «Боевые перчатки» провели зарядку, не просто зарядку, а зарядку с чемпионом мира. Тренировку с юными воспитанниками центра провел мастер спорта России, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Андрей Купин. В мероприятии приняли участие около 60 человек, учащихся в отделение бокса и кикбоксинга. Ну у нас пока что еще разминка не с чемпионом мира, а просто зарядка. Делаем. Парная тренировка Парная тренировка – это отличное совместное времяпровождение, общее хобби и еще одна возможность совместить приятное с полезным. Скручивание Сядьте напротив друг друга. Поднимите корпус за счет силы мышц пресса. На каждый повтор касайтесь ладоней вашего партнера. Выполняйте упражнение в течение одной минуты. Планка плюс отжимания с хлопком. Один из партнеров принимает упор на колени, руки прямые, ладони под плечами. Его задача – отжиматься, почти касаясь грудью пола. Второй партнер становится в планку, удерживая спину ровно, а пресс в напряжении. Упражнение выполняется в течение одной минуты. Дай пять. Примите упор лежа напротив друг друга на таком расстоянии, чтобы дотягиваться до партнера вытянутыми руками. Отжимайтесь, а при подъеме давайте пять партнеру правой рукой по левой руке. Теперь сделайте второе отжимание и дайте пять уже левой рукой по правой руке. Сделайте по десять повторений на каждую руку. Приседания Встаньте напротив друг друга и возьмитесь за руки. На вдохе сделайте скрестный выпад назад. Вернитесь в исходное положение и, удерживая друг друга руками, присядьте, сгибая ноги в коленных суставах до угла в 90 градусов. Подъем ног Партнер внизу выполняет классические подъемы ног. Поясница прижата к полу. Для опоры необходимо обхватить ноги партнера. Задача второго партнера – толкать ноги вниз, как только они достигнут прямого угла. Это позволяет создать дополнительное сопротивление и отлично проработать нижний пресс. Тренируйтесь и будьте в форме! Естественно, настало время завтрака. И на завтрак каждый предпочитает свое. Но, если вы приезжаете в гости к бабушке, то она обязательно приготовит вам вареники. Начинок огромное количество сегодня – вареники с картошкой и грибами. Постные вареники с картошкой и грибами. Для теста вам понадобится 2 стакана пшеничной муки, половина чайной ложки соли, 1 стакан кипятка, 2 столовые ложки подсолнечного масла. Для начинки подготовьте 5 картофелин, 1 репчатый лук, 150 граммов измельченных шампиньонов, а также соль, перец и подсолнечное масло. Обжарьте грибы на подсолнечном масле в течение 5 минут. Добавьте лук, перемешайте и обжарьте до полуготовности. Отварите картофель, разомните его и добавьте грибы. Приправьте, перемешайте и дайте начинке остыть. Просейте муку с солью и сделайте углубление. Добавьте масло, кипяток и перемешайте. Посыпьте рабочую поверхность мукой и замесите тесто. Оставьте тесто на 15-20 минут. Тонко раскатайте с помощью скалки. Вырежьте круглые заготовки. Распределите начинку и защипните края. Отварите вареники в кипящей подсоленной воде до готовности. Подавайте с жареным луком. Приятного аппетита! Вот проснулись вы рано утром в Ростове или Ростовской области. Сделали зарядку. Ну понятно, что посмотрели наш канал, приготовили завтрак. И вдруг подумали, а не переехать ли куда-нибудь на заработки. Ну вот такая мысль пришла в голову. Почему бы и нет? Ведь очень многие сейчас ездят куда-то, зарабатывают деньги. И надо сказать, что... Вопрос почему они это делают. Вопрос почему, да. И вообще в кругу моих знакомых очень много таких. Кого не спросишь, либо муж уехал куда-то в другой город работать, либо жена куда-то уехала. Ну, кстати, да. У меня тоже очень много уехал. Согласитесь, что у всех очень много. Десятки тысяч ростовчан уже перебрались в поисках лучшей жизни в главный город страны. Как он называется? Москва. Молодцы, хорошо хорово отвечаете. Все очень просто. Чем ближе город, чем больше город, тем он ближе. И тем больше жителей туда переезжает. Хотя Москва не так уж, по-моему, близко. Но основными точками притяжения становятся города федерального значения. Города-миллионеры и областные центры. Ты знаешь, что в Москву ежегодно переезжают около 200 тысяч человек. Плюс 200 тысяч в Москву каждый год. А еще говорят, что Москва не резина. Вот. Москва рассеряется ежегодно. Подожди, мы же не знаем, сколько из Москвы еще уезжает. Но я думаю, что не 200 тысяч. Но судя по тому, что ее расширяют постоянно, оттуда мало кто уезжает. Границы Москвы уже, по-моему, безграничны. Но с другой стороны, а почему нет? Вам не кажется, что вот эта вот пословица, где родился там и пригодился, она из жила, просто свое? Но почему? Она уже не работает. Не то, что не работает, но почему нет? Если ты нашел работу, почему не посмотреть, не переехать в какой-то другой регион? Возможно, ты принесешь туда что-то интересное. Вот здесь ключевое слово «если». Потому что, мне кажется, 90% переехавших туда либо не могут нормально устроиться, не находят хорошей работы, нету жилья. Но они не хотят возвращаться. Вот по вопросу. Вопрос, почему? Почему? Мне кажется, тут два варианта. Кто-то стесняется вернуться, как побитая собака, и сказать, что «ах, у меня ничего не получилось», хотя я ничего в этом не вижу. Можно я скажу? Я уезжала в Москву. Ты пробовала? И я вернулась. И я вернулась. И согласись, в этом нет ничего постыдного. Нет, на самом деле, во-первых, в этом нет ничего постыдного. Во-вторых, если ты хочешь попробовать, ну я уезжала не просто в никуда, а у меня есть знакомые, которые уехали в никуда и остались там, и прекрасно сейчас работают. Нет, я уезжала на проект, и потом я приняла для себя самое решение, что мне хочется жить в Ростове. Ну не готова я была, возможно, тогда к столичной жизни. Хотя город мне нравится. Ну, в общем, если вы захотите начать новую жизнь где-нибудь в другом месте, и там у вас есть знакомые, которые говорят, приезжай пока у нас. Да даже если нет знакомых. Ну даже если нет, если нет, если вы готовы, собирайте чемодан и отправляйтесь. Главное ехать туда со свежими идеями. Да, и с хорошим настроением. И потом нам как-нибудь об этом сообщайте, что мы вот перебрались, и у нас все прекрасно получается. А, между прочим, и не переживайте, что не будете смотреть утренний телеканал в Ростовской области, потому что есть интернет, и мы там вас каждое утро будем встретить. Мы вас там найдем. Ну а пока, если вы собираетесь в гости, мы подскажем, как приготовить сюрприз. Подрежьте флористическую губку по размеру композиции. Намочите губку, поместив ее в емкость с водой. Как только губка наберет в себя жидкость и полностью погрузится в воду, она будет готова для работы. Оберните смоченную губку в несколько слоев пищевой пленки, для того, чтобы она не пропускала влагу. Последний слой рекомендуем сделать из крафтовой бумаги, которую вы можете немного задрапировать и закрепить резинкой. Разрежьте пищевую пленку, чтобы получить окошко, куда будут помещены цветы. Обработайте цветы, удалив лишние листья. Аккуратно очистите и подрежьте стебли. Для данной композиции лучше всего подойдут цветы с твердыми стеблями. Проявите свою фантазию и воображение. Не бойтесь экспериментировать, сочетая разные стили, фактуры и цвета. Радуйте себя и своих близких сюрпризами и подарками без повода. Согласитесь, коллеги, чем не прекрасный сюрприз? Цветы, как там было? Алексей, мы готовы принимать цветы ежедневно. И тот, кто их приносит, это может быть ты. Да, хорошо, я приму это к сведению. Но у меня вот еще один новостной сюрприз. В одной из наших прошлых программ мы рассказывали о готовящемся проекте так называемого летящего моста на Левобережной по образу и подобию в парке Заряди города Москва. И вот сюрприз в том, что власти решили объявить открытый конкурс на дизайн-проект этого моста. И причем принять участие в нем сможет абсолютно любой человек. Вы заметили сегодня аналогии Ростов-Москва, Москва-Ростов. И все в том же духе. Да, в том же столице. В Домской столице стартовал конкурс на создание дизайн-проекта летящего моста, который в ближайшее время соединит парковку у Ростов-Арены и парк Левобережный. Так как в этом районе грунтовые условия не позволяют сделать подземный переход, соответственно, мост остается единственным возможным вариантом. На мосту должна быть предусмотрена смотровая площадка. Мост должен быть обязательно пешеходным и иметь велосипедную дорожку. Как я уже сказал, участие в конкурсе могут принять не только именитые архитекторы, но и студенты всех профильных вузов архитектурных, строительных. Для участия в конкурсе необходимо разработать, собственно, концепцию надземного пешеходного моста со смотровой площадкой, велопешеходной дорогой. И также должны быть предусмотрены варианты для передвижения маломобильных групп населения. Это к слову «доступной среде». Заявки принимаются до 15 часов 19 октября в ростовском отделении Союза архитекторов России, который находится на улице Большая Садовая, дом 68. Леша, времени мало, пошли чертить. Да, пошли чертить, да. Я так готовлю, как Алина обычно делает, ложечку дегтя, я так уже занесла, вот и сейчас скажу. Ну давайте. Я так и в мост. И обязательно кто-то из ростовских водителей попробует заехать туда на автомобиль. Вот гадалки не ходить. Ведь смотрите, и на газоны заезжают. А знаете почему? Потому что человечество всегда открывает новые территории. Это в нас заложено. Это генетически в нас заложено. Слушай, ну а с другой стороны, это любознательность. А заедет ли туда автомобиль? А заедет ли туда автомобиль? А потом, а выйдет ли? Не понравилось, понимаете? Не понравилось. О генетике мы сегодня обязательно тоже будем говорить, потому что у нас в гостях будет человек, который знает про это все. И мне кажется, вот такой мост, он напоминает, летящий мост он называется, да? Да. Напоминает какой-то полет. Ну как будто во сне и наяву. Да, как-то странно. И наяву, вот мне так кажется. Логично, ты знаешь, летящий мост напоминает полет. Полет во сне и наяву, так. Называется очередная серия мультфильма «Шмешарики. Дети, садитесь у экранов». Еще раз доброе утро всем, кто только что присоединился к нам. Я напоминаю, это программа «Утро» на канале Дон-24. Сегодня четверг, 27 сентября. И новость, которую я хочу прочитать, связана с чемпионатом Европы по гандболу, который состоится в этом году в подмосковном городе Звенигород. Дело в том, что голкипер ростовского гандбольного клуба вызвана в сборную страны для участия, собственно, в этом европейском первенстве. Слушай, ну наши девчонки, они вообще такие красавицы и олимпийские чемпионы. Они такие умницы. И да, они великолепны. Я не удивлена, что именно так, почему только одна вопрос у меня. Нет, не только одну. Вратарь гандбольного клуба «Ростов-Дон» Галина Мехдеева получила вызов сборной России. В ближайшее время наша гандболистка присоединится к национальной команде, которая уже в подмосковном городе Звенигороди вовсю готовится к проведению торопедов. Просто Галя, которая неоднократно была у нас в гостях, она, наверное, выбирает средства для мытья где-нибудь в Европе, которые она привозит всегда из проезда. Когда она была у нас в гостях, мы выяснили, что она, находясь в других странах, в других городах, она покупает средства для стирки и мытья почему-то. Не магнитики там, не что-то еще, а средства для стирки и мытья и привозит это. Ну а почему нет? У кого-то свой шопинг, почему нет? Кто-то покупает платье, кто-то покупает… В любом случае, нашу команду очень любят в Ростове и всегда… Наши черные пантеры покажутся суперкласс. Да, всегда смотрят их игру и нередко у нас бывают прямые трансляции на нашем канале этих игр. Да. Ну вернемся все-таки к новости о европейском первенстве. Первый сбор подопечных Евгения Трифилова, я напомню, это главный тренер сборной России по гандболу, в рамках подготовки к Евро завершится в конце сентября, 28 числа. А затем сборная России отправится в Германию, где 29 и 30 сентября проведет товарищеские матчи с немецкой командой. А теперь, к слову о том, почему только одна гандболистка. Она не одна из нашего Донского клуба. Галина Мехдиева на самом деле уже седьмой игрок Ростов-Дона, вызванный в национальную сборную для подготовки чемпионата Европы. Напомню, что ранее в сборную были вызваны ростовчанки, это Анна Вяхерева и Анна Сень, Юлия Моногарова и Марина Судакова, а также Полина Кузнецова и Ксения Макеева. Вот наши девочки, знай наших, так и хочется сказать, показывают красивую игру и, конечно, становятся участниками сборной. И мы всегда будем за них болеть и радоваться, и говорить, вот они наши, ростовские. Ну, если Галина возит отовсюду моющее средство, то, возможно, она заодно и покупает себе средство для ухода за лицом. А мы не пойдем далеко, мы посмотрим все, что есть у нас в тумбочках и сделаем из этого очень полезную маску. Кто не слышал про черную маску? Пожалуй, таких не осталось. Мы решили не отставать и приготовить в домашних условиях очищающую маску-пленку из активированного угля, чтобы поделиться с вами своими ощущениями. О том, что из этого получилось, смотрите далее. Перед применением обязательно нужно подготовить кожу. Тщательно вымойте лицо, чтобы поры раскрылись, советуем делать процедуру после ванны или душа. Для лучшего эффекта можно распарить лицо над водяной баней. Но помните, что открывать поры таким образом можно не чаще одного раза в 3-4 недели. Итак, мы выбрали самый популярный рецепт. Вам понадобятся таблетки активированного угля, одна ложка желатина и две ложки молока. Для начала нужно очень тщательно растолочь таблетку. От этого напрямую зависит результат. Затем добавьте желатин и влейте молоко. Полученную смесь разогрейте на водяной бане или в микроволновой печи. Перед нанесением обязательно проконтролируйте, чтобы температура была для вас комфортна и вы не получили ожоги. С помощью специальной кисточки или подушечками пальцев нанесите сначала первый тонкий слой, дождитесь его подсыхания и нанесите маску вторым слоем. Дайте ей полностью высохнуть. Затем аккуратно снимите. Как видите, наша маска отрывается кусками, но тем не менее со своей задачей по очистке пор она справилась довольно неплохо. Теперь давайте поговорим о периодичности. Если у вас жирная проблемная кожа, то делать такую маску можно один-два раза в неделю. При сухой и чувствительной коже один раз за 8-10 дней. Также у такого, казалось бы, безобидного средства есть и свои противопоказания. Если у вас на лице есть любые проявления купероза, то данную маску мы вам категорически не рекомендуем. Вы прекрасны, а мы только помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. Вот многие жалуются, что рыцари не найти в нашей... Перевелись, да? Перевелись рыцари. На самом деле я могу сказать, что нет, они просто аккумулируются в определенных местах и в определенное время. Так, 29 сентября в парке имени Максима Горького у нас можно будет найти много рыцарей, потому что именно там в этот день состоится третий исторический фестиваль средневековой культуры и рыцарский турнир «Меч Дона-2018». Поэтому можно будет увидеть сияющие кесары и шлемы, настоящие мечи и алебарды. Все это продемонстрируют горожанам и гостям города на фестивале. Вход совершенно свободный, мероприятие начнется уже в 11 утра, и весь день можно будет наслаждаться настоящими рыцарями, смотреть их бои. Кстати, будут бои один на один, двое на двое, еще какие-то маски. Стенка на стенку. Стенка на стенку, да, поединки будут. У меня вопрос, а будет с высоты за этим наблюдать красивая принцесса? Которая должна будет кинуть либо платок, либо цветок, да? Либо цветок, либо перчатку. Я думаю, что даже не одна, и в принципе любая желающая может стать принцессой. Действительно, можем себе позволить. Некоторые из них, даже вы. Спасибо, Алексей, сейчас был комплимент. На прогиб защиту. Да, мы его поняли, да, спасибо, Алексей. Вот так и хочется сказать, мы перестали делать большие глупости. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Молодец, Алексей. Какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба. Алексей, завтрак будет чуть позже. Да, и заливная рыба, не факт, что сегодня будет, но про окна абсолютно верно. И про цветы тоже. Но рыцари не перевелись, они есть. Они есть. Напомню еще раз, 29 сентября в городском парке имени Максима Горького приходите на рыцарский турнир «Меч Дона», наслаждайтесь средневековой культурой и просто хорошо проводите время. Все это стартует в 11 утра. Ну, для кого-то меч является предметом гордости, орудием рыцарским, а для кого-то музыкальные инструменты, на которых они, конечно, тоже великие рыцари и умельцы. Для кого-то стал таким своеобразным мечом инструмент саксофон. История названия этого инструмента, что означает это слово и все и же с ним. Об этом знает Алина Малинина в рубрике «Нарицательные люди». Говорят, что саксофон – это инструмент, способный ближе всего передать теплоту и нежность, схожую с человеческим голосом. Без него сложно представить себе саму историю развития джаза. Без саксофона не было бы оркестра Гленна Миллера, лучших песен Брюса Спрингстина, и, возможно, мы никогда не услышали бы незабываемую игру Игоря Бутмана. А произошло это благодаря одному человеку – Адольфу Саксу. Родился он 6 ноября 1814 года в городке Динанд на берегах Моаса. И с самого начала словно пытался испытать судьбу на прочность. Он падал с высоты трех этажей и глотал булавки. Случайно выпил воду с серной кислотой, сильно обгорел, экспериментируя с порохом, и однажды даже чудом не утонул. Однако были и эксперименты иного рода. С детства сакс работал у отца, музыкального мастера, и постоянно старался найти способы улучшить музыкальные инструменты, которые помогал создавать столярный мастерской отца. Первым инструментом, который Сакс изготовил уже в 15 лет, был кларнет. На эту работу ушло 4 года, но результат стоил того. Эта работа моментально сделала Адольфа Сакса популярным в музыкальных кругах и подогрела его интерес к новым изобретениям. В течение жизни Сакс подал в патентное бюро еще около 50 патентов и сертификатов, среди которых улучшенная звуковая система для железных дорог, проект концертного зала в форме яйца, а также туннель под холмом на Монмартре, процесс настройки фортепиано, который, кстати, остался его секретом, паровой орган, который было слышно на весь район, И все же, главное его изобретение было вдохновлено не пушками, но музами. Приехав в 1836 году в Париж, Сакс заинтересовался грядущей реформой в местных военных оркестрах и понял, что мощный духовой инструмент, который он разрабатывал, окажется как нельзя более кстати и в парадах, и на войне. Первый такой инструмент был представлен на промышленной выставке 1841 года в Брюсселе. Музыкант играл за занавесом. Инструмент был не до конца завершен, а воровство идей было не редкостью и в те времена. Вскоре страстным поклонником саксофона стал небезызвестный Гектор Берлиос, который в июне 1842 года опубликовал в парижском журнале статью об инструменте, который впервые назвал саксофоном. В том же году саксофон был представлен на промышленной выставке в Париже, а через четыре года, 21 марта 1846 года, сакс получил во Франции патент на систему духовых инструментов, называемых саксофонами, включавшую, между прочим, целых восемь разновидностей этого инструмента. За пять месяцев до получения патента сакс проиграл в суде дела. Его обвинили в мошенничестве и фальсификации. Сохранилось решение суда, в котором говорится, что музыкальный инструмент под названием саксофон не существует и не может существовать. Ведущие композиторы же Франции восторженно отозвались о новом инструменте. Однако вскоре сакс стал жертвой недобросовестной конкуренции. Другие мастера музыкальных инструментов неоднократно подавали на него в суд, обвиняя в плагиате. В итоге судебные расходы разорили сакса, его фирма по производству музыкальных инструментов обанкротилась, а многолетние тяжбы подорвали его здоровье. Прожив долгую жизнь, сакс не дожил до джаза и так и не узнал, что смог создать невероятный инструмент, звучание которого трогает сердца людей и по сей день. И к новостям Юга России. Дело в том, что наши соседи, Краснодарский край, отпраздновали небольшой такой юбилей миллионный. Город Краснодар отметил праздник. То есть насчитали миллион жителей в городе Краснодаре. И они, нам чувствую, уже дышат в затылок и наступают на пятки. Да, дело в том, что Краснодар буквально не так давно, на выходных, вошел в число городов-миллионников. Об этом объявила мэрия Кубанской столицы. Руководитель Краснодарстата подтвердила статус города-миллионника и вручила мэру города соответствующее символическое свидетельство. Ну, необходимо сказать, что Краснодар стал 16-м городом в России, чье население превысило 1 миллион человек. До сих пор городами-миллионниками на юге России официально считались лишь Ростов-на-Дону и Волгоград. Вот уж откуда никогда не переедут в Москву, так это из Краснодара. Им нужно сохранить миллион, чтобы не отобрали, понимаешь? Ну, на самом деле, да. Да, я думаю, что ты прав, но в Краснодар там теплее, чем в Ростове, климат помягче, и многие действительно стремятся. Но, по словам специалистов, хотя Краснодар действительно остается одним из самых быстрорастущих городов, основной приток населения все-таки обеспечивает ему мигранты. Но в любом случае, а почему нет? Потому что все хотят на юг, все хотят туда, где тепло и где ехать. А, кстати, Ростов получил статус города-миллионника еще в 1987 году, так что мы уже давненько юбилей этот не отмечали. Ну, и тем более, что как-то вот все время идет такое негласное, мне кажется, состязание между Ростовом и Краснодаром. Ну, теперь, фух-ох, необходимо будет интенсивнее развиваться, как-то что-то более придумывать интересное, потому что, да, соседи наступают. Соседи наступают, и я надеюсь, что мы никогда не узнаем, что Краснодар нас обогнал, этого не случится. Хотя, если случится, то, конечно, этот день войдет в историю. А пока в историю вошло только 27 сентября, но в разные годы. 27 сентября 1872 года начал свою деятельность Сулинский металлургический завод. Завод был основан Дмитрием Пастуховым, который обратился в областное правление войска Донского с просьбой отвезти ему участок земли в районе поселка Сулин Черкасского округа для устройства чугунолитейного и железоделательного завода. Ныне это закрытое акционерное общество «Стакс». 27 сентября 1914 года родился Виктор Григорьевич Лень, живописец и график, заслуженный художник РСФСР. Выпускник Ростовского художественно-педагогического техникума писал индустриальные и городские пейзажи, картины на исторические темы. В числе его работ Максим Горький в совхозе «Гигант», создатель и главный редактор, а гид плаката Дона, председатель Ростовского областного отделения Союза художников, преподавал в Ростовском художественном училище имени Грекова. 27 сентября 1930 года на базе 9-летней школы номер 16 Ростова-на-Дону был организован Ростовский кинотехникум. В 1963 году техникум получил новое четырехэтажное здание на Московской, ныне Ростовский Всероссийский государственный институт кинематографии. А вот, к слову, еще о «Дне в истории». Есть у нас один житель нашей области, даже нашего города, который, возможно, будет претендовать на то, чтобы когда-нибудь попасть в рубрику «День в истории». Знаете, кто это? Я рискну предположить, потому что передо мной лежат бумаги, на которых написано «Мигрант Агаджанян». Абсолютно верно, абсолютно верно. Молодой ростовский музыкант Мигран Агаджанян стал лауреатом престижного конкурса классического вокала под названием «Опералия». Выпускник детской музыкальной школы имени Ипполитова Иванова Ростова-на-Дону Мигран Агаджанян на конкурсе классического вокала, который был учрежден в 1993 году самим Пласида Доминго, был удостоен звания лауреата второй степени. Этот конкурс, который проводится среди молодых оперных певцов, считается одним из самых престижных в мире и в сентябре этого года проходил в городе Лиссабон, что в Португалии. Отметим, что он, Мигран Агаджанян, с 2003 года выступает на всяких разных международных конкурсах по специальностям фортепиано и вокал. Ну, что еще сказать. Молодой ростовский пианист в 2011 году стал победителем конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, а в 19 лет дебютировал на сцене самого Мариинского театра, где выступал с оркестром под управлением не менее именитого нашего соотечественника Валерия Гергиева. Вот так. Потрясающе. Вот все-таки как хорошо. Ну, чем не претендировать? Вот сколько у нас талантов на нашей земле. Ну, хочу напомнить... И о скольких талантах мы не знаем еще. Да, о ком мы еще не знаем. Но хочу напомнить, что 29 сентября будет рыцарский турнир. И туда придут родители с детьми. И, возможно, вместе будут что-то делать. Ну, кстати, обещанной сливной рыбы там отнюдь не будет. Но на рыцарских турнирах любили готовить мясо. Вот я и подумала, а почему бы сейчас вместе с детьми не приготовить какое-нибудь интересное мясное суфле? Мясо в детском питании занимает чрезвычайно важное место. Оно богато теми веществами, которые способствуют росту ребенка, развитию головного мозга. И, что самое главное, мясо богато железом, а значит, насыщает организм необходимым элементом в нужном количестве и тем самым оберегает от анемии. Предлагаем вам сегодня рецепт мясного суфле для детей от полутора лет. Мы будем использовать индейку, но главным компонентом может стать любое мясо, которое уже введено в рацион. Главное, чтобы вы были уверены в его качестве. Для приготовления суфле нам понадобится примерно 200 граммов филе индейки, одно яйцо, один кусок белого хлеба, 100 граммов молока, сливочное масло и щепотка соли. Тщательно промойте и просушите мясо. Нарежьте его небольшими кусочками и сложите в чашу для блендера. Туда же накрошите очищенный от кожуры хлеб и влейте молоко. Измельчите компоненты в блендере до получения однородной массы. Затем отделите желток от белка. Желток добавьте к мясу и снова все перемешайте блендером. Белок взбейте до образования пены и добавьте в смесь. По желанию можно добавить немного соли. Смажьте формочки сливочным маслом и с помощью ложки разложите будущее суфле. Из нашей заготовки получилось две маленьких и одна средняя формочка. Часть можно приготовить сразу, а что-то завернуть в пищевую пленку и оставить на следующий день. Время приготовления на пару зависит от того, в чем вы будете готовить и от производителя. Мы готовим в мультиварке в режиме варка на пару 35 минут. Овощам до готовности понадобится в два раза меньше времени. Готовое суфле можно подавать с овощами, картофельным пюре или кашей. Приятного аппетита! Вернемся к новостям нашего региона. В Донской столице продолжается реализация программы «Доступная среда». Ее цель – формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам муниципальной собственности и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, инвалидам и других маломобильных групп населения на территории Ростова-на-Дону. В данной программе реализуются такие направления, как адаптация помещений объектов муниципальной собственности, городского пассажирского транспорта и предоставление мер социальной поддержки. Кроме того, в рамках отраслевых муниципальных программ реализуются работы по созданию условий доступности. Так, в 2017 году оборудованы элементами доступности, именно пандусы, поручни, кнопка вызова помощи, широкие дверные проемы и другое, и элементами навигации для информирования инвалидов для передвижения 43 учреждения социальной инфраструктуры. Это именно 45 объектов. В городе в среднем 60% значимых, социально значимых объектов инфраструктуры обеспечены необходимыми условиями доступа для всех категорий маломобильных групп населения. Ну и помимо обеспечения условий доступности в помещениях, в числе приоритетных направлений создания доступной среды в городе является адаптация объектов городского пассажирского низкопольного транспорта. Порядка 23% объектов городского транспорта пассажирского адаптированы для инвалидов и других маломобильных групп населения. Также в Донской столице, вот я, кстати, впервые об этом узнал, работает 8 специализированных транспортных средств под названием «Социальное такси». И, кстати, очень востребованно. Очень востребованно. Оснащенных инвалидным подъемником, креплением для двух инвалидных колясок и гусеничными подъемниками. И работа в этом направлении будет продолжена, так как реализация программы «Доступная среда» это одна из приоритетных направлений в деятельности городских властей. Находится на постоянном контроле Виталия Кушнарева. На самом деле есть еще много чего делать, потому что, конечно, хорошо, когда автобус опускается, и люди могут, маломобильные люди могут проехать, но до автобусной остановки нужно еще добраться, к сожалению. Да, и это факт. Это точно. И это факт. И я хочу еще одну ложку дегтя сегодня добавить, потому что некоторые, ну, скажем, не очень ответственные или понимающие люди подходят к вопросу так. Надо сделать пандус или для подъема там что-то. Мы сделаем. Возле меня построили новый магазин. Не буду называть, где, потому что, наверное, обидятся. 45 градусов. Вот я натурально говорю, 45 градусов. Не спуститься, не подняться по этому пандусу невозможно. Ни с коляской детской, ни, конечно, малоподвижной мышлой. Я каждый раз смотрю в переходе на рельсы. То же самое, да? Очень волнуюсь. Да. Но зато, мне кажется, на газетной переулке там огромная лестница от набережной поднимается. На газетной переулке, если я ничего не путаю. Там... На Симашка. На Симашка, да? Там по бокам сделаны специальные подъемники. Ты видела хоть раз, чтобы они работали? К сожалению, нет. Зато я видела эти подъемники. Я тоже видела эти подъемники. И когда мы шли, у нас возник вопрос. Как они работают? Вот ты, допустим, ты пришел и... Мне кажется, надо туда подойти поближе. Там какие-то есть кнопки. И написано, как это действует. Будут там, я обязательно изучу. То же самое, кстати, подземный пешеходный переход на Ворошиловском. Там ведь тоже оборудовано. И там тоже написано. Нажмите кнопку, там вот этот поднимется лифт. Что надо сделать? Поэтому надо просто посмотреть и понять, как это действует. А вообще техника техникой, благоустройство благоустройством. Но, мне кажется, совет всем ростовчанам тоже не забывать, что среди нас есть такая категория людей, которые... Есть люди, которым просто нужна помощь. Которым нужна помощь. Абсолютно верно. И, конечно же, помогать, если вы таких видите. Ну и продолжаем наш разговор о здоровье, друзья мои. Сегодня отправляемся к неврологу. В интернете можно найти ответ практически на любой вопрос. Вот, например, у меня сильно болит голова. Буквально за 5 минут я могу выяснить, какое лекарство мне лучше выпить. Очень удобно. Но вот только кончится для меня, это может плохо. Одни и те же симптомы могут быть у разных заболеваний, лечить которые тоже нужно по-разному. Но интернет не может поставить нам правильный диагноз. В итоге человек приходит к врачу не только с основным заболеванием, но и с побочными эффектами от неудачного самолечения. Чаще всего многие считают, что обычная головная боль – это заболевание сосудов. И уже начинают принимать препараты сосудистой группы. И достаточно часто употребляемая фраза пациентами – для очистки сосудов. То есть препараты сосудистой группы. Но не всегда головная боль может быть следствием заболевания сосудов с пазмом, либо же повышением артериального давления. Головная боль может быть проявлением совершенно другого заболевания. Причиной головной боли вполне могут быть заболевания внутренних органов, эндокринной или сердечно-сосудистой систем. В случае проблем с сосудами прием препаратов, рекомендованных интернетом, может привести к серьезному ухудшению состояния. И касается это не только головной боли. Еще хочу сакцентировать внимание, что боль в позвоночнике не всегда может быть проявлением остеохондроза, а может быть отраженной болью от патологических изменений внутренних органов. Поэтому, если что-то сильно болит, лучше отложить смартфон в стороны и записаться на прием к врачу. Самое ценное, что есть в нашей жизни – это здоровье. И, возможно, в череде обычных дней мы не задумываемся предметно о нашем здоровье, но все-таки это необходимо делать и не только осенью, а вообще в течение всего года. Потому что есть некоторые способы поддержать свое здоровье даже без походов к врачу. Просто можно раз в год или раз в полгода сдавать определенные анализы и смотреть, все ли с тобой в порядке. Сегодня о здоровье будем разговаривать с нашей очаровательной гостьей Татьяной Павловной-Шкурат, директором медицинских центров наука, заведующей кафедрой генетики Южного Федерального Университета, доктором биологических наук. Доброе утро! Доброе утро! Здоровье, здоровье, конечно, это очень важно. Но вот когда я услышала слово «генетика», сразу вспомнила, генетика была на задворках когда-то. Сейчас генетика – это совершенно огромная, большая наука. Она дает возможность заранее узнать, что с человеком так или не так? Конечно, сегодня современная медицина невозможна без генетики. И все чаще мы встречаем такие слова, как «персонифицированная медицина». Это именно подход на основе генетипа к лечению болезней. Генетика вообще-то очень молодая наука. На самом деле ей чуть больше 100 лет. Но если 100 лет назад мы знали, что наследственные заболевания, их всего несколько, гемофилия, фенюкин, кетонурия, каптонурия, буквально 50 лет назад мы узнали, что к наследственным заболеваниям относятся синдромы Дауна, Гринфельдера, Тернера, которые связаны с нарушением числа и ломкости хромосом. То, например, в последние десятилетия так бурно развиваются технологии, что сегодня ни у кого нет сомнений, что в основе патогенеза практически любого заболевания, кроме травм и ожогов, лежат генетические изменения. То есть по большому счету, вот получается, у нас сейчас, если брать обычные поликлиники и стандартный набор анализов, ты приходишь, и там тебя, ну, скажем так, там есть единая база, и тебя, в принципе, не рассматривают как индивидуума. Ну, то есть здесь отталкиваются от твоих особенностей, правильно я понимаю, да? Сегодня вот медицина, она переживает новую трансформацию. Тысячелетиями она лечила болезнь, и это было правильно, она была как пожарник, она тушила все подряд, понимаете, в том числе и детский сад. А вы предотвращаете пожары? Нет, а мы лечим как бы таргетно, только ту мишень, в которую необходимо лечить. Например, два человека абсолютно одинаковых по возрасту, по габитасу, там, рост вес имеется в виду, по тяжести заболевания, да, выпивают одну и ту же таблетку. На одного она действует, а на другого нет, да. Да, причем эффективность действия может отличаться в тысячу раз. В тысячу, то есть почему? Потому что у одного есть рецептор, который воспринимает ее, а у другого он нарушит, там мутация, и все. И вот вы можете ее пить до бесконечности, да. И, собственно говоря, будут повреждаться, просто это лекарство может вызывать другие побочные эффекты, да. И вот медицина, она, конечно, она развивалась традиционно путем там подбора тысячелетиями и так далее. И, конечно, сегодня от применения таблеток очень много побочных эффектов. И, скажем, мало, но так как ничего другого не могли предложить, скажем, то начиная вот там с 70-х годов только все лекарства проходят такие исследования на генотоксичность. Главное, чтобы они не разрушали хромосомы, не разрушали генотип. Не вызывали, видимо, другие заболевания. Да, другие заболевания такие связанные, да, там с каким-то. Тогда считается, что да, ее можно применять. И на самом деле, возможно, там часть лекарства, они, скажем, не вызывают таких каких-то катастрофических изменений, они не приводят там к онкологии, там еще к чему-то. Они лечат это заболевание, но они могут обладать достаточно широким спектром действия, а могут вообще не подходить к патогенезу именно там данного заболевания. Татьяна Павловна, но я правильно пытаюсь понять, как обычный обыватель, да, вот человек, у которого там таблетку выпил, если голова болит, или там что-то, кровь, анализ крови нужно сдать. Вот, допустим, каждый человек, лучше, наверное, каждому человеку, да, сдавать некие анализы, какой-то есть набор минимальный, чтобы понимать, или это нужно обращаться к вам, когда есть какая-то проблема конкретная? — Значит, вот на сегодня известно, что у человека 23 600 генов, да? — Много генов. — Много генов, да? Много генов. Вот, и 3,5 миллиарда нуклеотидов — это вот, как бы, скажем, кирпичиков, из которых состоит вся наша информация, да? Конечно, сегодня из технологии мы можем и прочитать полностью геном человека, но надо сказать, что процентов 40 мы сегодня не знаем даже, что делают эти гены. Наука находится у нас сегодня на этапе этого. Но, тем не менее, генетика сегодня знает многое. И вы знаете, что в зависимости, наверное, вот сегодня считается более эффективно, в зависимости от возраста, от проблемы, от ситуации, наверное, сначала надо обратиться к врачу-генетику, и он уже сориентирует, чтобы не делать анализ полностью на весь геном, потому что отличий, на самом деле, очень много. Вот мы, как вид хомо сапиенс, человек разумный, да, мы все имеем одинаковые гены абсолютно. Ну, за исключением молодого человека, потому что у него Y-хромосома, а у нас ее нет. Вот, у него чуть-чуть генов больше, на 36 генов у него больше, чем у нас. Вот, но он отличается. Но, тем не менее, значит, у нас гены абсолютно одинаковые. А почему же мы тогда такие разные? Да, почему мы разные? Да, потому что разное это состояние. То есть некоторые нуклеотиды могут быть изменены в этих генах. Ну, называется это мутации или полиморфизмы. Вот, и вот сегодня вот четко показано, прошел такой проект, тысяча геномов человека был расшифрован, и показано, что вот мы с вами, каждый человек, отличается минимум на 3 тысячи нуклеотидов. Вот, но они все разные. Если бы мы знали, что вот эти 3 тысячи, тогда мы говорим, ой, давайте делать анализ на эти 3 тысячи нуклеотидов, и все отлично. Но они из 3 миллиардов у всех свои разные, свои особенные. И найти. Понимаете? Очень долго нужно времени, чтобы найти, какие разные. Да, какие разные. Поэтому, например, скажем, вот на этапе рождения ребенка сегодня очень эффективна так называемая предгравиадная терапия. То есть, когда до зачатия супружеская пара приходит, и там мы знаем, что можно ожидать, что может привести к самоабортам, к иммунным конфликтам. Это не только резус-фактор. Это сегодня очень большой такой каскад различных иммуноглобулинов, интегринов, цитокинов, то есть рецепторов, которые могут просто не согласовываться и приводить к недоразвитию пациента. Эта супружеская пара приходит на этапе планирования. Планирование семьи, да. Она может прийти, и тогда как бы необходимо изучить вот такие гены, потому что именно они будут влиять на развитие, на рост ребенка. И тогда, если там есть и профилактика разработанная, собственно говоря... То есть можно кое-что предотвратить. Кое-что можно предотвратить. В каких-то странах можно даже изменить генетипы. А если, допустим, супружеская пара и понятно, да? А, допустим, если человек уже взрослый, он там 40 лет, 45... Ну, достаточно взрослый. Ну, я же говорю, взрослый. Например, вот как Анжелина Джоли, да, она сделала некий тест, я так понимаю, что это вот об этом, и выявила у себя возможность заболевания раковыми, ну, раковая какая-то болезнь, и пошла и сделала операцию на фоне этого... Предрасположенности, да. Да, на фоне этой истории. То есть потому что мама ее, она знала, что мама ее, да, болела, и поэтому пошла это и сделала. Да, действительно, дело в том, что, вот смотрите, у нас каждую минуту происходит, как бы сказать, репликация. То есть наш геном, он как матрица, да, и с него постоянно вот что-то считывается, информация, образуются новые клетки, какие-то умирают, какие-то это все называется жизнь. И иногда это считывание происходит с какими-то сбоями, ошибками. Поэтому в организме есть минимум там 3-4 системы репарации, которые следят за этим. И вот в случае Анжелины Джоли у нее одна из систем репарации нарушена, как бы врожденная, да, то есть у нее уже риск возникновения, потому что у нее за ошибками следит меньше генов, чем у всех остальных. И поэтому риск возникновения рака у нее выше семейный. И он выявлен. И действительно, и наша лаборатория делает эту мутацию. Любая женщина может прийти и проверить себя на наличие этой наследственной формы рака. Предупрежден, значит, вооружен. Да. Но надо сказать, что если мы возьмем рак молочной железы, весь который как бы за 100%, эта форма будет составлять всего около 5. Наследственная форма. Но тем не менее, она есть. Она все равно есть. И она поражает, самое главное, молодых девушек. Вот. То есть в молодом возрасте. Если, скажем, чаще развивается по другим причинам, там, если затронуты другие механизмы, то это будет, там, как бы более позднее развитие в антогенезе, то это будет очень молодое. Поэтому, конечно, это рекомендуется всем молодым девушкам сделать на семейную форму рака, даже если он не был диагностирован ранее, скажем, у их родителей или там сестер, братьев и так далее. Почему? Потому что вот сегодня есть такие данные, опять-таки, благодаря геномным технологиям, изученные геномы триад мамы, папы и ребенка, да, и показано, что у каждого вновь родившегося ребенка уже есть 80 новых мутаций, которых нет у мамы и которых нет у папы. Это тоже механизм одной изменчивости, который дает нам природа, почему все время появляются и новые мутации, и новые болезни. Ну, я вам сразу хочу сказать, что мутации не всегда приводят к болезням. Иногда они защищают, и связаны и со здоровьем, и с долголетием. Например, есть мутации, которые могут защитить от вируса гриппа, от вируса СПИДа. И на эти мутации тоже можно сделать сегодня у нас диагностику, и вы будете знать, например, что вы устойчивы к ВИЧ-инфекции. Татьяна, чтобы сделать диагностику ту или иную, скажите, пожалуйста, это нужно к своему терапевту обращаться? Или у вас в науке есть врачи, которые подскажут, что делать? Да, обращаться надо к специалисту-врачу-генетику. Он так и называется, врач-генетик. Эти специалисты работают в нашем центре, работают непосредственно в мединституте, в медицинском университете. И тогда уже можно исследовать себя, свои глубины. Да, тогда уже подскажешь, что надо делать дальше. Спасибо. Резюме нашего сегодняшнего разговора, мне кажется, очень простой. Организм – это далеко еще не до конца неизведанная штука. Не изученная, да? Да. Спасибо вам огромное, это очень интересно. Я поймала себя на мысли, что я бы на вашу лекцию с удовольствием сходила. Да, это безумно интересно, на самом деле. Спасибо вам большое, хорошего вам дня, и будьте все здоровы. Одежда ведущим предоставлена фирменным салоном авторских платьев Ольги Гринюк.